Категориям, которые состоят на учете в органах соцзащиты, это многодетные, инвалиды, и писать заявление не нужно. Деньги они получат и так, причем на тот же счет, куда им приходит пособие. А вот всем остальным придется заполнить обращение на портале госуслуг. Для того, чтобы подать такое заявление, граждане должны зарегистрироваться на портале. Зарегистрироваться можно через центры общественного доступа, через многофункциональный центр. Либо через центр социальных выплат. То есть это касается тех, кто еще не зарегистрирован в портале и не имеет своего личного кабинета. Здесь специалисты ответственные помогут зарегистрироваться, помогут открыть кабинет, ну и, конечно же, помогут подать заявление на эту выплату. Тем, кто уже зарегистрирован, написать заявление поможет сайт регионального департамента соцразвития. Кликните на баннер в виде подарка, привязанного ленточкой, и обнаружите пошаговую инструкцию со скриншотами. Не ошибетесь. Обратиться за выплатой могут родители, если ребенок не достиг совершеннолетия. В этом случае мамам и папам нужно указывать свой счет, куда перечислять деньги. Написать заявление молодой человек может и самостоятельно, если ему исполнилось 14. Тогда счет должен быть открыт на его имя. Решение о выплате будет принято только после проверок, которые подтвердят, что гражданин имеет на нее право. Отвечают одновременно двум условиям. Они должны были родиться на территориях Антамансийского автономного округа с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и иметь место постоянного жительства на территориях Антамансийского автономного округа. Те граждане, которые временно выехали и сохранили регистрацию на территориях Антамансийского автономного округа, они право на указанную выплату сохраняют. Жители, состоящие на учете в органах судзащиты, а также те, кто обратится в ближайшее время, получат свои 5000 до 1 марта. И многие действительно спешат. Только за сегодняшнюю ночь заполнили заявление на госуслугах почти 900 нефтеюганцев. На самом деле подать документы можно в течение почти всего нынешнего года, до 30 ноября. Инна Новикова, Дмитрий Шестопалов, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».